Какие же значения принимает форма 3х квадрат плюс 6ху минус 5у квадрат на примитивных векторах? То есть на тех, у кого координаты взаимно просты. Ну вспомним, как мы вообще рисовали. Вот это был коэффициент 3х квадрат, то есть значение, когда х равно единице, х равно нулю, здесь наоборот, а здесь, когда х и у равны единице. Поехали рисовать. Вот мы нарисовали. Начали с этой точки. 3, вот это 3, минус 5, это вот тут коэффициент. И когда единице подставляешь, 3 плюс 6 минус 5, это 4. А дальше, ну я, кстати, сначала как-то написал, о том, кому интересно, сидите, проверяйте. По правилу круглограмма. То есть если мы знаем, что, вот скажем, здесь написано 3, здесь 4, то их сумма 7. А числа минус 5, 7, и вот это должны образовывать альфметическую прогрессию. Ну, значит, здесь 19. Потому что вот здесь вот мы увеличили на 12, и еще 7 плюс 12, 19. Ну, дальше точно так же. Вот здесь число 22, 19 плюс 3, здесь 4. Значит, увеличилось на 18. Сюда увеличиваем, пишем сюда 40. И так далее, и так далее, и так далее. И смотрите, что у нас здесь интересное возникло. Во-первых, у нас возникли две симметрии. Вот посмотрите на это место. Здесь стоит число минус 8, с этой стороны минус 5, с этой стороны минус 5. А вот на этой области значение равно 3. Получается, что если мы будем там рисовать, и здесь будем рисовать, то это на самом деле будут симметричные картинки. Потому что весь рисунок задается числами, да, вот, минус 8, 3 и минус 5. И дальше пошли, пошли, пошли. И здесь то же самое. Минус 8, то же самое число 3 и минус 5. Сюда одинаково. Здесь это, пожалуй, еще виднее, потому что это были в центре картинки, да. Смотрите, если у нас здесь вот оказалось, что минус 5, здесь минус 5, а на 1 4, то понятно, что дальше будет, да. Вот здесь всего лишь маленький отрезочный рисунок, но вообще-то это такое же дерево, вот, как все это. Абсолютно такое же, потому что они симметричны, да. И дальше. Интересно, вот, с этой стороны все значения отрицательные, а с этой стороны все значения отложительные. Почему же это так? А потому что здесь есть река, как это называют камни. Для того, чтобы это стало понятнее, давайте я покажу эту самую реку в более простой ситуации. x квадрат минус 2y квадрата. Коэффициенты попроще. Начинаем с 1 минус 2 минус 1. Понятно, да? x равно y равно 1. Вот. И смотрите, что здесь есть. Линия, которая отделяет, так же, как и на той картинке, положительные значения от отрицательных. Вопрос, как она вообще появилась? Это очень простая. В начале были 3 числа. Среди них 2 отрицательных. Так я вот нарисовал этот отрезок, отделяющий положительное от отрицательного. И дальше все время, как только шел, видел, вот у меня здесь положительное отрицательное. Если следующее число положительное, то линия шла сюда. Я опять отделяла положительное от отрицательное. Если бы здесь было отрицательное, то она пошла туда. Я отделяла положительное отрицательное. Если до какого-то места мы уже дошли, то дальше мы так же идем. Но здесь правда очень важно. Эта форма не представляет ноль. То есть ни на одном из векторов она не будет равна ноль. Почему? Просто потому, что число бы не звукоррациональное. Если бы представляла ноль, то картинка была бы немножко другой, и это мы потом обсудим. Конвей для образности говорит, что вектор примитивный, на котором форма равна нулю, это озеро. Мы уже должны запомнить следующие слова. Река. Озеро. И что же в первую очередь здесь важно понимать? Река. Если она не впадает ни в какое озеро, то обязательно зацепится. Вот здесь выделены жирналь. Две точки, где написано 1 минус 2. Здесь не так. 1 минус 2 и минус 1. 1 минус 2 минус 1. 1 минус 2 минус 1. 1 минус 2 минус 1. И, соответственно, дальше будет вот так повторяться. Помните дерево Галкин и Милф Штерна Брако? Там были такие эль, эль, эль. Поворачиваем, когда идем вниз, идем налево или идем направо. Это то же самое. При движении мы каждый раз должны выбрать. Пойти налево или пойти направо. И, соответственно, этот маршрут задает периодическое слово из букв L и R. Разберем более простой пример, где должен изникать форма x2 плюс 4xy минус 3y2. Вот эти числа. 1 минус 3, 2. 1 это коэффициент при x2. Минус 3 коэффициент при y2. И, представляющий x равно y равно 1. 1 плюс 4 минус 3. Это 2. Если вы по правилу физической прогрессии будете заполнять, то вот здесь сумма минус 2. Здесь 2, значит здесь уменьшается на 4. Здесь должно быть минус 6. Вот здесь минус 5, минус 3, значит здесь минус 7. Здесь минус 6, здесь сумма минус 6, значит здесь опять будет 6. Ну и так далее. В общем, я это написал. Так смотрите. Если вы нарисуете линь, отделяющую положительное от отрицательное, то возникает вот такой вот путь. И тоже есть две точки. 1, минус 3, 2. 1, минус 3, 2. Так в этот раз я отнявшимся правильно на эту точку. Разумеется, если вы дошли до вот этой вот точки, то дальше все будет периодически повторяться. Давайте докажем этот факт. Практически мы сейчас докажем, что уравнение белья имеет нитривиальное решение. Это важнейший факт для таких вот квадратичных форм, которые принимают неположительное и отрицательное значение. Доказательность крайне простой. Квадратичная форма Ах квадрат плюс Б минус А минус Сххх плюс Схх квадрат. У нее есть определитель. Давайте вспомним. Давайте вспомним. Для кратности вот это вот обозначим какой-нибудь буквой, скажем, буквой H. И тогда определитель это вот что такое. Матрица имеет вид А, H пополам, H пополам С. Значит, определитель это АС минус H в квадрате разделить на 4. Так вот, при всех этих преобразованиях определитель сохраняется. Ну, или потому, можно сказать, что мы делаем, собственно, замену переменных с определителем 1, а при преобразовании квадратичной формы определитель умножается на квадрат определителя замены. Или просто написать форму, посмотреть, что переходит. Усчет постоянно начинает. А теперь смотрите. Теперь смотрите очень важную вещь. Эти числа разного знака. Потому что мы идем именно по линии, которая отделяет положительное от отрицательного. У нас здесь одно из чисел А и С положительное, а другое отрицательное. Сверху положительное, снизу отрицательное. Значит, вот эта штука отрицательная. И значит, модуль этого определителя равен модулю А умножить на модуль С плюс А в квадрате разделить на 4. Потому что вот эта штука отрицательная, ну и здесь тоже не стоит. И значит, вот эта величина некоторая постоянная на всем пути. Но если она постоянная, то значит для числа H конечное число вариантов. А после того, как для H мы какой-то вариант выбрали, нужно теперь разлагать на множители разность между этой константой H квадрата 3 и 4. Тоже конечное число вариантов. Получается, что конечное число таких вот троих чисел может быть. Ну а если у нас бесконечный такой путь, потому что как только мы дошли где-то, то дальше мы опять пойдем либо налево, либо направо. Значит, когда-нибудь зациклимся. А заметьте, как только мы зациклимся, то движение вперед происходит и движение назад тоже. У нас можно как вперед идти, так и назад. И таким образом и вперед будет все время повторяться через такое расстояние, и назад тоже самое будет повторяться. И так для любой бесконечной реки. И, собственно говоря, почти все, что нужно в этой науке знать, на этом заканчивается. Это вот совершенно замечательная вещь. Мы фактически доказали теорему о существовании решения уравнения в деле. Наверное, я все-таки сейчас не удержусь, и давайте на этом простом примере покажу, как же фактически найти решение уравнения, если у нас есть такая штука. Для этого давайте вспомним, что же у нас были за векторы. Я могу сейчас еще не впутывать. Но, по-моему, мы вот так вот делали, да? Здесь вот был вектор 0,1, а здесь вектор 1,0. Был такой? Замечательно. А тогда здесь какой вектор? 1,1. Так. А здесь их надо складывать. Это будет вектор 2,1. Правильно? 1,0 и 1,1. Замечательно. Так. А здесь какой? 1,1 и 2,1. 3,2. Это вектор 3,2. Ну, между прочим, решение уравнения в деле мы уже нашли. Потому что здесь же у нас единица. И, соответственно, вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, мы говорим, что 3 в квадрате минус 2 умножить на 2 в квадрате. Вот это единица. А почему она там обязана быть? А потому что периодически выжили. Заметьте, так можно сделать для любого числа d, не являющегося квадратным. Берем квадратичную форму. Для нее рисуем вот эту вот замечательную картинку. Здесь единица, здесь минус d, а здесь у нас будет значение число 1 минус d. И после этого начинаем рисовать реку. Ну, если d, у нас, d натуральное число, да, не есть, а просто натуральное число, больше единицы. Поэтому в этом месте мы знаем, как дело пойдет. А дальше, в зависимости от величины, как-то пойдет. Важно, что обязательно зациклится. И таким образом уравнение Белли имеет решение. По-моему, это наиболее понятный способ объяснять существование решения уравнения Белли. Потому что, ну, конечно, надо вот рисовать все эти конвейские картинки. Но диаметрически она становится абсолютно очевидной. Достаточно. Вот так сделайн. Продолжение следует...